Криминал в центре Москвы Инцидент произошел в клубе 16 тонн. По данным СМИ, между охраной заведения и одним из посетителей произошла ссора. После словесной перепалки злоумышленник покинул клуб, однако вскоре вернулся с оружием и выстрелил в ногу 27-летнему охраннику. Стрелок скрылся с места происшествия на черном автомобиле «Мерседес» с простреленной задней дверью. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после стрельбы в клубе в Пресненском районе столицы, в результате чего огнестрельное ранение получил сотрудник заведения. Об этом агентству городских новостей Москва сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлия Иванова. Пресненским межрайонным следственным отделом следственного управления по ЦАУ ГСУ СК РФ по Москве расследуется уголовное дело в отношении 58-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ по кушению на убийство, рассказала Иванова. По версии следствия, днем 26 сентября подозреваемый, находясь в помещении клуба на улице Пресненский вал, выстрелил в охранника не менее трех раз из охотничьего ружья, после чего скрылся. Сотрудник клуба госпитализирован в одну из городских больниц, где ему оказывается необходимая помощь. В кратчайшее время мужчина был задержан, он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ближайшее время фигурант будет доставлен в подразделение столичного следственного комитета для проведения необходимых следственных действий, пояснила представитель ведомства. 27 сентября в 11 часов 39 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу Холодильный переулок, дом 3, строение 4. По прибытии ПСП было установлено, что с крыши четырехэтажного административного здания наблюдается открытое горение. Принятыми мерами в 11.56 пожар был локализован, а в 12.08 ликвидирован на площади 35 квадратных метров. Отмечается, что сведений обстрадавших не поступало. На Новоризанском шоссе напротив дома номер 3, корпус 1, столкнулись четыре автомобиля. Один автомобиль развернуло поперек дороги, и он оказался заблокирован между двумя машинами. О пострадавших неизвестно. Движение в сторону Центра затруднено. На северо-восточной хорде перед пересечением с проспектом Мира в направлении Ярославского шоссе столкнулись два автомобиля, после чего один из них перевернулся на крышу. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняется. На внешней стороне 21-го километра МКАД загорелся грузовой автомобиль. Во время движения вспыхнула кабина самосвала Скания. В настоящее время возгорание ликвидировано, на месте продолжают работать оперативные службы города. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняется. 29 сентября в 22 часа 14 минут на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в складском помещении по адресу Спартаковская площадь, дом 1, дробь 7, строение 16. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона города Москвы, в том числе расчеты по СОО номер 202 ГКУ ПСТ. По прибытии пожарные подали в очаг возгорания два водяных ствола. В 22 часа 45 минут пожар был ликвидирован, пострадавших нет. Водитель автомобиля «Шкода» службы такси при движении в районе поселка Шолохово по неустановленным обстоятельствам потерял контроль над управлением своим автомобилем. Машину занесло и она врезалась в тросовое ограждение. Информации о пострадавших не поступало. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...